Здравствуйте, меня зовут Смирнов Владимир, я практикующий врач-психиатр, психотерапевт, занимаюсь когнитивно-поведенческой психотерапией, в частности схемотерапией. Сегодняшнее видео будет посвящено теме причинам развития расстройств пищевого поведения, таких как нервная анорексия, булемия, компульсивные переедания, но также это применимо к более редким расстройствам, о которых мы поговорим позднее. Почему же у людей формируется расстройство пищевого поведения? Во-первых, здесь надо учитывать факторы, такие как женский пол и подростковый период, то есть это две уязвимости, которые при сочетании очень часто дают, что у девочек в подростковом возрасте они развиваются. Так сформировалось исторически, но тем не менее это могут быть подвержены и мужчины, и мальчики в том числе. Значит, из-за того, что из всех, скажем так, щелей, из телевидения, из социальных сетей, от блогеров, идет информация, что должны быть определенные стандарты красоты, и все должны стремиться к тому, чтобы им соответствовать. Да, то есть это очень жесткие стандарты, и когда смотришь на них, соответственно, как человек должен им соответствовать, потому что они достаточно нереалистичны. Вот, и чтобы попытаться к этому как можно ближе подойти, необходимо очень сильно себя в чем-то ограничивать. Вот, а это приводит к дополнительным правилам, которые соблюдать-то не очень хочется, но это необходимо, так диктует нам общество. Это очень сложно, и, соответственно, это определенный стресс для человека, очень неприятно в этом находиться. И из-за того, что помимо этих ограничений наслаиваются еще другие, происходит слом и развитие расстройства. Также здесь стоит упомянуть о буллинге в школе, который тоже влияет на появление расстройства пищевого поведения, потому как социальная изоляция от одной из групп, к какой человек был причастен, а потом его оттуда выбрасывают, тоже является очень неприятным переживанием, и к тому же дети не совсем понимают, почему так произошло, что они сделали не так. Возможно, им нужно себя изменить, в чем-то начать ограничивать, и тогда, возможно, их снова примут в группу. Люди-то не особо хотят одни оставаться, им всегда нужно общество, мы такие же животные социальные. Так, и стоит здесь упомянуть также о спорте, о какой-нибудь легкой атлетике, да, где постоянно нужно взвешивание, постоянный самоконтроль, постоянно следить за тем, чтобы не было лишнего килограмма, чтобы был допуск к соревнованиям. Это тоже очень большой стресс, и все вот это в совокупности как раз дает старт тому, что возникают расстройства пищевого поведения. Второй главный фактор – это семейные взаимоотношения. Обесценивающие родители, сильно контролирующие родители, родители, которые не воспринимают своего ребенка серьез, могут, скажем так, давать ребенку тот посыл, что он недостаточно хорош для чего-либо, то есть он не способен, он неполноценен, ему, собственно говоря, он должен пытаться добиться их расположения. Как ребенку взять это все под свой контроль, как им доказать родителям, что он чего-то стоит. Он берет под контроль то, что у него есть под руку, это его тело, да, то есть он может ограничивать себя в приеме пищи, и значит, если он будет сопротивляться с этим достаточно хорошо, то его, скажем так, будут считать успешным в этом плане, что он на самом деле что-то сделать-то и может. Так, очень часто родители не понимают, с чем, почему у ребенка сформировалась данная проблема, потому что стиль воспитания, который применялся к своим родителям, зачастую перекладывается и на их детей, и из-за определенных психологических особенностей дети в этом плане ломаются, они не переносят авторитарных режимов, для них это очень сложно и тяжело. Вот, потому что сейчас-то время другое, нравственные ориентиры, конечно же, тоже поменялись. Так, далее, третий у нас фактор, это психологические особенности, которых я вскоре уже упомянул. У человека с выраженными чертами перфекционизма, исполнительности, застенчивости, сильной привязанности к другим, повышенной потребности контролировать что-либо и низкой толерантности к перенесению стресса, тоже есть определенные уязвимости, чтобы заболеть этим расстройством, потому что они очень сенситивны, то есть чувствительны к тому, критики в свой адрес, и им необходимо каким-то образом переносить этот стресс. Вот, пожалуйста, путем гиперконтроля это можно сделать. Четвертый фактор это генетика, да, мы от нее, конечно, не отказываемся, это очень важно, то есть наличие родственников, у которых было выявлено расстройство пищевого поведения в прошлом, которые им болели, а также у людей с расстройствами личностями или заболеванием шизофренического спектра, вполне себе основа для появления расстройств пищевого поведения у их потомства. Итак, что же делать, если вы самостоятельно диагностировали у себя вот критерии нервной анорексии, пульмии, компульсивного переедания или еще чего-нибудь? Вы, в первую очередь, должны обратиться к специалисту, к психиатру или к психотерапевту для понимания, есть ли у вас вообще ли это расстройство или нет, потому что в настоящее время очень большая гипердиагностика расстройства пищевого поведения, это достаточно модно, подростки любят себя привязывать к какой-либо общности, например, страдают расстройством пищевого поведения, почему бы и нет. И поэтому здесь нужна хорошая беседа, консультация со специалистом, которая точно выяснит, это действительно нарушение какое-либо, есть ли здесь какая-то патология, или это просто дань уважения моде и современности, которая есть. Далее, в зависимости от того, если там депрессивные симптоматики будут назначены определенные лекарственные средства, а так вообще здесь хорошо предходит когнитивно-поведенческая психотерапия, потому что она позволяет человеку как раз разобраться в себе, позволяет как раз убрать вот эти мысли стыда, то, что ты являешься каким-то не таким, что тебе нужно искать какое-то одобрение со стороны окружающих, и, соответственно, это позволяет отказаться от этих самых изменений. Но это дело достаточно непростое, потому что очень много факторов, а не только один здесь надо лечить, и с семьей надо тоже работать, и отдельно с человеком здесь надо работать. Здесь такой очень сложный сам процесс. Вот как-то так. Значит, на сегодня у меня все. Дополнительную информацию вы можете найти на портале меднаука.нет. Подписывайтесь на канал. Спасибо вам за внимание. До свидания.